здравствуйте уважаемые коллеги филателлисты филателлистки и филателлистята сегодня у нас будет обзор марок россии 97 года это первый год в моей коллекции который у меня собран не весь пока что коллекция еще в процессе сбора но мы так логично движемся постепенно до по годам я в общем-то основную часть уже собрал поэтому решил что лучше я покажу не совсем полную чем буду там пропускать скакать по годам вот это год такой уже достаточно непростой для сбора здесь есть своя принцесса вот это вот вертолетная серия и некоторые другие позиции тоже то здесь уже начинаются такие достаточно дорогие каталожные позиции по нескольку там тысячу по нескольку тысяч рублей вот вертолетная серия вообще 4000 рублей по каталогу загорского ее цена вот поэтому собирать этот год уже сложнее давайте вот так вот сделаю покрупнее чтобы было лучше видно так вот почему я так полагаю да так сложилось что этот год уже более сложен для сбора во первых марки в отличие от первой половины 90-х вот где-то еще девяносто там пятого шестого года тиражи стали падать да но вот девяносто седьмого года здесь тиражи почти все там 250 300 тысяч да то есть если сравнить там первые 90-е годы выпускались марки тиражами там полтора миллиона восемьсот тысяч семьсот пятьдесят тысяч блоки то здесь в основном всего 200 200 300 тысяч есть там одна серия четыреста восемьсот тысяч тираж но скажем так в основном вот это вот вот это первое второе это был последний год перед деноминацией помните в девяносто восьмом году в россии прошла деноминация да вот у нас по три нолика справа откинули и ну я знаю мне я тогда не собирал но мне один там опытный филателист говорил что филателисты стремились вот эти вот марки клеить в девяносто восьмом году когда параллельно и старые и новые деньги ходили да вот они их активно клеили потому что думали что эти марки вообще они ну выйдут из обращения то есть как государственные знаки почтовой оплаты уже не смогут использоваться но так не получилось то есть они до сих пор их можно клеить но только деля номинал на тысячу но вот я уже говорил и показывал неоднократно в своих роликах да как мне приходят письма это листы какие-то марки девяносто второго третьего четвертого года там где там по 10 20 50 рублей они клеят на конверты вот и это проходит вот эти марки уже тут видите номиналы тысячи рублей две тысячи две пятьсот то есть их так уже конечно не наклеишь вот заметят вот у блока три тысячи номинал но тем не менее вот я говорю этот год он уже так сложнее для сбора ну давайте посмотрим значит вот этот вот блок посвященный восьмисот пятидесятилетию москвы как раз в этом году был грандиозный юбилей я помню я тогда был студентом ходил на это знаменитое шоу жана мишеля жара на воробьевых горах где по официальным данным там было вроде как два с половиной миллиона человек мне кажется там было гораздо больше мы всю ночь оттуда шли понимаете то есть мы там протусили и мы не могли войти в метро потому что три или четыре станции вот по красной ветке метро они были полностью забиты невозможно было туда попасть то есть мы вот получается от воробьевых гор дошли там по моему до кропоткинской что ли в общем кто знает географию московского метрополитена да и немножко там представляет расстояние в москве поймет это где-то километров восемь может даже десять мы пешком отмотали ладно давайте обратно к маркам что современная пятиборье до 50 лет современному пятиборью в россии сто лет российскому футболу но вот такие да памятные марки посвященные спорту ну а значит вот это вот серия государственный русский музей видите здесь представлены но наиболее там значимые ну одни из наиболее да я даже не знаю как тут сказать русский музей действительно сокровищница там как их экспонаты делить по значимости наверное очень сложно вот но бурлаки на волге эту картину вообще все знают в школе по ней там сочинение писали ну вот это вот шагал прогулка тоже известная икона борис и глеб кустодиев купчиха за чаем такие знаменитые наши полотна марка посвященная всемирно филателлистической выставки в москве проводившийся в 97 году но филателлисты наверное знают да что всемирные филателлистические выставки они вот проводятся в разных городах и обязательно я не знаю насчет если такое требование но по крайней мере так всегда происходит то есть та страна в которой эта выставка проходит ну стопроцентно выпускает там марку или блок или серию посвященную этому событию потому что действительно всемирно филателлистическая выставка в масштабах филателлии это ну так наверное главное событие года ну вот со временем соответственно мне тоже выпустили 50 лет независимости индии такая на фоне индийского флага вот этот вот символ их колесо до 3 2 герба посвященные видите пятисотлетие изображение двуглавого орла в качестве государственного символа россии кстати вот двуглавый орел действительно он при иване третьем появился ну когда вот он женился на софи палеолог до наследницы там дочки последнего наверное да дочка или племянница она была я не помню кто но в общем она принадлежала к последней правящей там византийской династии до императоров византии ну и вот он себе такой герб взял герб вообще это был орел рима да там очень сложная преемственность я конечно не силен в геральдике вот но тем не менее видите действительно 500 лет за 500 лет до этого года впервые он появился ну вот саммит совета европы россия 39 член совета европы такие марки и вот она принцесса этого года так называемая вертолетная серия одна из самых дорогих серий вот марках современной россии я уже говорил 4000 рублей по каталогу ее цена но реально на мешке ее можно взять вот чистую без каких бы то ни было до дефектов где-то за 1800 за 2000 а с этой серии я сейчас расскажу у меня достаточно интересная история моей в практике коллекционирование связано с ней когда мой сын паша начал собирать но решил собирать авиацию до марки самолета вертолеты мы сначала эту серию купили ему но купили ее дешево потому что самая дорогая марка вот этой серии 2500 рублей там была гашеная то есть мы ее купили за что-то рублей 700 800 что такое это дешево потому что ну вы знаете наверное да основную ценность вот в таких вот сериях которые на редкие там много стоят имеют марки именно старших номиналов и вот если вы каталог любой откроете вот сейчас я даже продемонстрирую по каталогу загорского вот она вот она видите вот сейчас так приближе чтобы было видно вот эта марка до номиналом 2500 рублей она 3500 стоит остальные все по 125 то есть она реально самая дорогая на вот эту вот цену и составляет потом когда я уже начну то есть вот эту вот серию мы купили марка была есть тому паши сейчас коллекции гашеная а потом когда мы стали ну вернее я стал уже собирать современную россию вот я полез на мешок тоже смотрю за что-то рублей 800 по моему продается там оконцовка серии то есть три самые дорогие марки вот эти вот 2500 1500 и 2000 я думаю слушай ну тут же самое вот это вот как бы давай-ка я это сейчас возьму а те две других по случаю докуплю вот на самом деле я вам хочу сказать что вот эту я действительно марку 500 рублевую сми 14 я отдельно докупил а вот это вот я вам сейчас ну вернее не сейчас а я как бы позаимствовал у паше с обязательством что я ему эту марку куплю но вот она мне отдельно не попадается в чистом виде гашеных пожалуйста навалом вот отдельно чистую ее пока никто не продают правда в принципе знаете как я говорю филателия это хобби неспешное до торопиться нам особо некуда поэтому как то есть и есть постепенно буду смотреть знаете как она постепенно появляется кто-то там распродает коллекции у дилеров какие-то марки появляются поэтому рано или поздно я уверен что я ее найду это не какой-то там супер раритет мирового уровня их немало продается на мешке ну вот просто видимо пока мне не попалась вот это вот серия петровские реформы да там деяния петра совершение петра щас правильно называется вам скажу реформы петровского времени вот правильно называется вот ну а вот это вот серия ниже да вот это вот клёпа детский персонаж ну я честно скажу чем я не знаю это каких-то тут написано вот в каталоге клёпа задорная любознательная героиня кукольного спектакля детских журналов радио и телепередач я честно скажу чуть вот я такую клёпу не знаю вот клоуна клёпу из обвгдейки которая шла там во времена там помните вот конец семидесятых начало восьмидесятых годов такая была телепередача детская вот клоун клёпа из обвгдейки я его помню но он был мужского пола однозначно там девочка и риска была вот а что это за клёпа детский персонаж ну не знаю у меня видите я сам к этому году уже из детского возраста вырос а детей у меня тогда еще не было поэтому вот может я конечно что то не знаю ну как то вот клёпа мимо моего информационного горизонта прошла вот это вот серия регионы россии как раз начался ее выпуск она будет продолжаться долго долго там вот по пять по шесть марок каждый год выпускали вот эта серия иллюстрации к сказкам пушкина здесь рисунки билибина там каких-то еще иллюстраторов такая тоже видите и вот блок посвященный пушкину переводу значит евгения онегина на иврит но вернее это блок посвященный там не совсем значит получается пушкина вот этому вот авраам шленский это совместный российско-израильский был выпуск но поэтому понятно что здесь поместили на перевод пушкина евгения онегина на иврит вот тоже вольга кстати тоже достаточно дорогая марка у нее там каталожная цена что-то рублей 800 были на вольга иллюстрация билибина приведена тут нет вру 400 рублей ну тоже для одной марки скажем так да относительно немало шостакович международный музыкальный фестиваль шостаковича вот это вот марка тоже достаточно дорогая 850 лет вологде вот ну и животный мир россии видите такая вот с цепкой из пяти марок с купоном лист получается марочный наверное все таки это скорее всего сцепка то вот здесь всякие наши животные птицы вот крон шнеп большой белка летяга и вот коллеги смотрите у меня немножко штатива не хватает ну вот почти все тут видно надо было больше штангу штатива выдвинуть видите это стандарт 97 года вот он у меня есть весь причем даже видите в таких вот парах ну в общем знаете да я говорил я стандартной марки ну не то что там прям не люблю но скажем так все-таки отдаю предпочтение коммеморативным и поэтому покупаю в последнюю очередь вот поэтому ну вот тут мне попался просто этот набор до 97 года достаточно дешево вот я его взял значит чего у меня еще нету покажу вот каталоге у меня нет вот этой вот серии флора россии декоративные кустарники это тоже видите она из года в год вот несколько лет выпускалась вот такая вот серия по пять марок на тему флоры вот этот лист сейчас покажу это марочный лист но он зараза не входит в альбом у меня в отдельном альбоме сейчас покажу его он у меня есть так значит чего у меня нет вот у меня нету вот этой вот столетия дипломатических отношений между россией и таиландом у меня нету озонового слоя где он вот всемирный день охрана озонового слоя ну видите эти марки они не такие уж дорогие но озоновый слой 200 по каталогу на мешке он продается рублей за 100 таиланд вообще 50 рублей вот флора достаточно дорогая да у нее там каталожная цена 1200 хотя тоже ну ну кстати вот ее дешевле чем рублей за 700 800 найти достаточно сложно на мешке но принципе понимаете как мне просто не попадались вот эти вот марки там отдельные да но флору я как-то тоже все жду что может появится что-то подешевле вот а эти отдельные марки мне не попадались у тех продавцов у кого я еще что-то бы взял ушли за марку ценой 50 рублей буду отдельно еще доплачивать за доставку там 70 что я говорю филателе это неспешное хобби поэтому рано или поздно докуплю их тем более что там я меньше года современную россию собираю я начал по моему в сентябре конце августа 2019 так что какие мои годы а вот еще смотрите какой шикарный лист да тоже 850 лет москве на это вот ну московские сказать пейзажи как то так он называется тоже вот значит здесь портреты князей московских какие-то вот видите но это исторические там до исторические виды москвы то есть вот данилов монастырь данил александрович московский это первые ну по крайней мере самостоятельный князь при котором это самый младший сын александра невского при котором москва выделилась в отдельное книжение княжества вот строительство белокаменного кремля в москве это при дмитрии донском почему он белоками москва белокаменная да потому что первый кремль который был потом разрушен он был белого цвета из белого камня не красного вот венчание ивана четвертого на царство до шапка казанская шапка вот петров чертеж москвы но общем вот такой вот очень красивый конечно да лист и вот этот вот лист тоже их всего три малых листа девяносто седьмом году выходила значит вот этот вот вертолет значит с вертолетом там одна марка и филателлистической выставке посвящены но все они достаточно дорогие но вот этот я взял с вертолетом наверно тоже возьму фил выставка но не знаю он мне как-то не очень нравится поэтому если как-то дешево при случае попадется наверно возьму специально там охотиться за ними вот друзья на этом с девяносто седьмым годом все большое спасибо за внимание будьте здоровы не болейте увлекайтесь филателлией смотрите мой канал до новых встреч